Представляем вашему вниманию 175-й выпуск нашего еженедельного проекта новости Android. Сегодня мы поговорим об Android 9, Google Pixel 3 XL и многом другом. 6 августа Google выпустила финальную версию Android 9.0p. Обновленная операционная система, получившая название PIE-пирожок, уже доступна для загрузки владельцев смартфонов линейки Pixel обоих поколений. Android Pie привносит в работу совместимых устройств обновленный интерфейс с улучшенным меню многозадачности, поддержку жестов управления по аналогии с iPhone X, а также углубленная совместимость с нейронными сетями, которые обеспечивают интеллектуальное управление ресурсами смартфона. Режим Digital Wellbeing для контроля активности пользователей, как и предполагалось, оказался не готов к релизу. Несмотря на это, Google предпочла выпустить его, присвоив функцию статус «бета-версия». Это значит, что нововведение все еще не обеспечивает всех заложенных в нее возможностей, которые станут доступны позднее. Согласно подтвержденной информации, Android 9.0p перестанет быть эксклюзивом пяти смартфонов уже этой осенью. По словам представителей Google, в течение ближайших месяцев обновления получат смартфоны Sony, HMD Global, Nokia, OnePlus, Oppo и Vivo. Аппараты LG, Samsung и других вендоров традиционно обновятся к концу года. В комплекте поставки Google Pixel 3 XL будут входить наушники, очень похожие на знаменитый Pixel Buds. Об этом свидетельствуют фотографии распаковки флагманского смартфона Google. Внешне Pixel 3 XL выглядит точно так, каким его изображали на рендерах и шпионских снимках. Сзадник смартфона практически полностью копирует дизайн модели предыдущего поколения, а фронтальная часть выделяется разве что выемкой верхней части. Согласно представленным спецификациям, смартфон работает на базе финальной сборки Android 9.0 Pie, а его аппаратную основу составляет восьмиядерный процессор Snapdragon 845, работающий вкупе с четырьмя гигабайтами оперативной памяти. Разрешение дисплея Google Pixel 3 XL равно 1440 на 2960 точкам, что дает плотность пикселей на уровне 494. Технология производства дисплея при этом пока остается в тайне. Впрочем, учитывая тонкие рамки по периметру экрана, есть вероятность, что производитель использовал именно OLED-матрицу. Qualcomm представила новый Snapdragon 670. Новый чип напоминает модель под номером 710, сообщает Гизма Чайна. Он тоже выполнен по 10-нанометровой технологии и получил 8 ядер Creo 360, но уже на тактовой частоте 2 ГГц. За графику отвечает Adreno 615 GPU. Из-за этого максимальное поддерживаемое разрешение эквивалентно Full HD+, а не Quad HD+, по примеру, Snapdragon 710. У последнего, напомним, Adreno 616. Новинка поддерживает одинарные камеры на 25 Мп и двойные на 16. Внутри чипа оказался модель X12 LPE, который обеспечивает скорость загрузки на уровне 600 Мбит в секунду. Также есть совместимость Dual SIM, Dual Vault, DC-DV и Quick Charge 4+. Многоядерный движок искусственного интеллекта должен опережать результаты предыдущего поколения в 1,8 раза. В итоге Snapdragon 670 стал упрощенной версией 710. У него более низкая частота процессора, чуть менее мощная графика и медленный модем. Если верить слухам, новый чип окажется внутри Oppo R17. Других представителей среднего ценового сегмента ждем к концу года. Исследователи компании Checkpoint обнаружили уязвимость в приложении WhatsApp, которая позволяет третьим лицам перехватывать сообщения и манипулировать ими, например, меняя их содержание. Таким образом создается опасность дезинформации остальных пользователей сервиса и компрометация тех, от чего ими не отправляются измененные послания. По словам экспертов, им удалось обнаружить три способа эксплуатации описанной уязвимости. Отправка в групповой чат сообщений от имени пользователей, которые в нем даже не состоят. Изменение содержания текста у уже отправленного сообщения. Имитация отправки личного сообщения, ответ на который будет опубликован в групповом чате. Перехватывание сообщений злоумышленниками стало возможно благодаря бреше в протоколе шифрования ProtoBub2, констатирует исследователь Checkpoint. Преобразовав ProtoBub2 в JSON, экспертам удалось получить доступ к фактическим параметрам сообщения, эксплуатируя его любым из трех способов, описанных выше. До настоящего момента баг все еще не исправлен. На сегодня это все. Увидимся через неделю. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok